Коллаген не работает. Таблетки, капсулы, шоты, порошки, выбирай любую понравившуюся тебе форму, ни одна из них не поможет, потому как это деньги, спущенные в унитаз. Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь главный секрет молодой, красивой, светящейся кожи без единой морщины. Но для начала давайте расставим все точки над «и». Что же такое коллаген? Коллаген это по сути белок, и о нем огромное количество споров, и это действительно такая, знаете, капелломная тема между врачами традиционной, превентивной медициной. Кто-то говорит о том, что коллаген не усваивается, кто-то доказывает обратное, но хотелось бы сегодня разобрать все мифы и легенды, и все-таки дать четкое понимание и определенные знания о том же, что это такое и зачем он нужен. Коллаген бывает говяжий и морской, и в принципе самые основные виды коллагена – это первый тип и третий тип, который входит и в говяжий, и в морской, но между ними все-таки есть различия. Морской коллаген больше применяется для, так скажем, бьютификации, для здоровья волос, кожи, ногтей, потому как коллаген, как белок, составляющий кожу волоса и ногти, он как раз-таки работает на красоту. Если мы с вами говорим больше о красоте внутренних органов, кишечника, связок, сухожилий, суставов, костей, то это все-таки говяжий коллаген, и отдавать предпочтение в данном случае нужно говяжьему коллагену. Имеется такое понимание, что говяжий коллаген усваивается сложнее и переваривается, скажем так, сложнее, чем морской, поэтому каждый может себе выбрать ту форму, которая ему подходит. Мы очень часто с вами на моем канале говорим о желудочно-кишечном тракте, о правильном функционировании кишечника, о том, что существуют такие понятия, как синдром дырявого кишечника, повышенная кишечная проницаемость, и вот эти все заболевания ассоциированы с дисбалансом работы ЖКТ. Так вот, как раз-таки в своих программах, когда я веду пациента по лечебным протоколам, уже на фазе восстановления дефицитов, на фазе восстановления ЖКТ, я обязательно добавляю говяжий коллаген для того, чтобы он служил такой некой заплаткой, знаете, чтобы он вот эти увеличенные промежутки в кишечнике, когда мы имеем синдром дырявого кишечника, чтобы он их заполнял. То есть он очень хорошо работает в данных лечебных протоколах. Люди, которые смотрят мой YouTube и мои ролики давно, наверняка знают, что такое дырявый кишечник, что такое лечебные протоколы, а кто видит меня в первый раз, наверное, сидит и думает, о чем она вообще говорит, какие дырки, какой кишечник. Спойлер, дырок кишечники нет. Это синдром, который говорит о том, что в вашем кишечнике и, в принципе, в вашем желудочно-кишечном тракте происходит некий дисбаланс. Например, приходит человек с проблемами, ну, с любой кожной проблемой, например, прыщи акне или псориаз, экзема, атопический дерматит. Я всегда говорю на лекциях здесь вам на YouTube в своих книгах о том, что наша кожа – это отражение работы нашего ЖКТ, не только кишечника, полностью желудочно-кишечного тракта. В данном случае, если у человека есть прыщи, акне, какие-то кожные проблемы по типу экземы и псориаза, мы точно понимаем, что на 99,9% это связано с тем, что у него дырявый кишечник. Дырявый кишечник – это как бы такое образное название синдрома повышенной кишечной проницаемости. Это состояние, когда в нашей кишечной стенке возникают увеличенные промежутки между кишечными клеточками. Наш кишечный барьер – это такой некий барьер, через который не проникает в кровоток то, что не должно проникать. Ну, например, какие-то токсины, непереваренные остатки пищи. И вот тут как раз-таки на помощь приходит коллаген. Он как белок встраивается в эти увеличенные промежутки и как бы латает, скажем так, нашу кишечную стеночку, восстанавливая тот самый важный кишечный барьер. Вот как раз-таки для тех, кто сейчас после моих горячих речей задумался о том, что, наверное, проблема моих прыщей и проблем все-таки не кусочек шоколадки, а все-таки, наверное, ЖКТ у меня функционирует не так, как нужно. Приходи на мой бесплатный вебинар, где я очень подробно рассказываю о том, как должен функционировать ЖКТ, о том, что делать, если у вас есть проблемы, вообще с чего начать и куда бежать. Ссылочку на регистрацию на мой бесплатный вебинар по ЖКТ я оставляю в описании к этому видео. Приходи, регистрируйся, я буду очень тебя ждать. А теперь давайте все-таки обсудим, почему коллаген не работает, почему очень многие специалисты, врачи говорят об этом, почему даже многие люди, которые когда-то пили коллаген, уверяют, что он не произвел никакого эффекта, это пустая трата денег, времени и вообще абсолютно бесполезная добавка. Первая причина. Сложное слово, которое называется гипоацидность, то есть сниженная кислотность нашего с вами желудка. Мы с вами знаем, что в желудке должна быть определенная кислотность, которая поддерживается соляной кислотой. Так вот, если вы имеете сниженную кислотность в желудке, соответственно, нет условий для расщепления коллагена, для расщепления белка, он не расщепляется, соответственно, он не усваивается. Вторая причина, и вообще, в принципе, все эти причины, они ходят где-то около ЖКТ. Вторая очень важная причина – это СИБР и СИГР. СИБР – синдром избыточного бактериального роста, СИГР – синдром избыточного грибкового роста или, вы все знаете, кандидоз, молочница, кандидоз кишечника. То есть, состояние, когда в вашем кишечнике много бактериальной либо грибковой флоры, плохих ребят и мало хороших ребят. Должно быть, наоборот, хороших много, плохих мало. Вот история, когда плохих становится огромное количество, а хороших становится мало, коллаген, опять же, у нас не усвоится. Если у тебя синдром избыточного грибкового роста или молочница по-простому, по-народному, то избыток вот этой патогенной флоры, он не даст усвоиться витаминам, минералам, микроэлементам и, соответственно, коллагену. Следующая причина – это нарушение ферментации, то есть, нарушенная функция поджелудочной железы. Поджелудочная не вырабатывает достаточного количества ферментов для переваривания белка и или нарушенный желчий отток. Эти состояния могут быть как по раздельности, но чаще всего они бывают вместе. Не работает поджелудочная так, как нужно, не вырабатывают ферменты. Соответственно, нарушается желчий отток, соответственно, нарушается концентрация желчи, не усваиваются из-за этого жирорастворимые витамины А, Д, Е, К, а из-за неработающей поджелудочной железы у нас, опять же, не перерабатывается и не усваивается белок, то есть наш коллаген. Очень частая распространенная причина, о которой вы не задумываетесь – недостаточное потребление белка с пищей. Казалось бы, это так просто. Мы не едим достаточное количество белка, соответственно, и белка в организме нет, нет субстрата и, соответственно, и коллагена нет, да? Но вы об этом забываете. Вы приходите ко мне на прием, говорите, Анталия Александровна, у меня плохие волосы, плохая кожа, ногти, суставы скрипят, все плохо. Я начинаю тебя спрашивать, моя хорошая, а вот давай посчитаем, сколько в день ты ешь белка, не растительного, а именно животного белка, потому что растительный белок – это все-таки неполноценный белок, в нем недостаточное количество аминокислот, как в животном белке. Мы начинаем считать, и действительно в день получается какое-то там совершенно незначительное количество потребляемого белка – 20 грамм. А среднестатистической женщине среднего возраста в сутки потреблять с пищей нужно, ну, хотя бы 90-100 грамм. Естественно, у вас не будет ни волос, ни кожи, ни ногтей, потому что коллагену просто неоткуда взяться. Нет белка с пищей, нет коллагена, соответственно, в вашем организме. Если ты теперь понимаешь, почему у тебя плохие волосы, кожа, ногти, скрипят суставы и так далее, ставь лайк на это видео и давай дальше разбираться, почему же добавки с коллагеном иногда не работают. Еще один интересный факт. Чем больше сахара, простых углеводов, все, что вы любите – печеньки, шоколадки, любая выпечка, чем больше всего этого, тем хуже твоя кожа и тем больше у тебя морщин. Это действительно факт, потому что глюкоза, она засахаривает белок, коллаген, и белок становится ломким. Есть даже такой термин «сахарное лицо» – это лицо молодого человека, молодой женщины или мужчины, лишенное коллагена. Серый такой землянистый цвет лица, брыли, морщины, ну и такой, скажем, сниженный тургор кожи. Это все происходит только потому, что углеводы, сахар, работает как раз-таки на уничтожение коллагена в вашем организме. А мы с вами знаем, что до 30 лет наш собственный коллаген, он вырабатывается, синтезируется в нашем организме, а после 30 лет физиологически его синтез снижается. Это в нормальном состоянии. А если мы имеем нездоровый желудочно-кишечный тракт, если мы имеем недостаточное количество ферментов и плохой желчный отток, если мы едим много углеводов, много сахара, соответственно, не только после 30 лет будет снижаться синтез коллагена, но еще и в более раннем возрасте. И здесь я бы хотела сказать еще об одной важной причине – это отсутствие кофакторов. Кофактор – это вещество, которое способствует усваиванию коллагена или синтезу коллагена в нашем с вами организме. И вот как раз-таки из-за нездоровья ЖКТ, из-за того, что мы едим неправильную пищу, из-за того, что много сахара и углеводов в нашем ежедневном рационе, много стресса, мы теряем эти кофакторы. А для адекватного усваивания коллагена нам нужен обязательно витамин С, нам нужна гиалуроновая кислота, нам нужна железо, цинк, магний. Не имея этого всего, соответственно, мы и не имеем достаточное количество коллагена. Открою вам секрет. На протяжении всех 12 лет своей практики я все время находилась в поиске хорошего рабочего коллагена, рабочей формы, правильного состава, с правильными, опять же, кофакторами, в правильной дозировке. Я, в принципе, находила какие-то варианты, но это был не идеальный коллаген. Вот я искала, 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 и в итоге решила создать свой идеальный коллаген, который так и называется, коллаген доктор Зубарева с идеальным составом, в котором содержится, кроме большой дозы коллагена, такой дозы коллагена, кстати, 7250 миллиграмм, вы вряд ли найдете, особенно на российском рынке. Так вот, кроме высокой дозы коллагена, здесь содержится еще и гиалуроновая кислота в очень хорошей концентрации и витамин С, что позволяет выпить шот коллагена натощак с утра, коллаген пьется натощак с утра, вы выпиваете один шот и получаете большую дозу коллагена, гиалуроновой кислоты, витамина С, и вы в полной уверенности, что все это правильно усвоится, и будут здоровы не только кожа, волосы и ногти, но еще и суставы, сухожилия, связки, сосуды и кишечник. Я сегодня уже рассказывала вам, насколько важен коллаген для нашего кишечника. Если вы хотите поподробнее узнать о моем коллагене, о его составе и о других нутрицептиках, витаминах и продуктах, которые входят в линейку доктора Зубарева, я оставлю ссылочку в описании к этому видео, переходите, буду вам рада. Ну а если вы не хотите категорически принимать нутрицептики, добавки с коллагеном, и вы не лентяй, как некоторые, вы можете пойти на кухню и получить на кухне точно такой же замечательный источник животного коллагена, то есть сварить костный бульон. Сейчас, внимание, не мясной бульон, а костный мясной бульон – это бульон из мяса, это не считается за источник коллагена. Костный бульон – это бульон, который варится из костей, хрящей, суставов, связок, и который варится очень продолжительное время, примерно 16-36 часов может вариться такой бульон. Это действительно очень классный источник коллагена, он хранится в холодильнике, он пьется в определенных количествах, опять же, в зависимости от вашей ситуации и от дефицита коллагена в вашем организме. Ну и это такой действительно хороший, домашний, недорогой способ восполнения коллагена для тех, кто не ленится, скажем так. На самом деле о коллагене можно говорить часами. Это действительно уникальный, интересный продукт, нутрицептик, добавка, вокруг которой очень много споров. И в ролике, конечно же, невозможно уложить все свои знания и рассказать вам обо всем, поэтому в своем телеграм-канале я сделала вам выборку самых интересных, самых неочевидных фактов о коллагене, какие-то советы, лайфхаки для того, чтобы здесь и сейчас уже становиться молодым и иметь лицо без морщин. Поэтому переходите в мой телеграм-канал, там будет статья о коллагене. Ссылочку на мой телеграм-канал я оставлю в описании к этому видео.